Глава 4. На просторах Евразии Вглубь Улуса Джучиева В отношениях России и Украины ярко проявилось такое качество русского человека, как терпимость к нравам и обычаям других народов. Прав был наш великий соотечественник Фёдор Михайлович Достоевский, отметивший, что если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев ревность, у англичан честность и дотошность, у немцев аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все другие народы. И действительно, русские понимают, к примеру, европейцев гораздо лучше, чем те понимают россиян. Наши предки великолепно осознавали уникальность образа жизни тех народов, с которыми сталкивались, и потому этническое многообразие России продолжало увеличиваться. Одновременно с борьбой на Украине полным ходом шел начавшийся еще в XVI столетии процесс продвижения русского суперэтноса на восток. С взятием Волжского рубежа, Казанского и Астраханского ханств, Россия вышла к сибирским лесостепным пространствам Джучиева-Улуса. Граница Московского царства терялась в предуралье, разделенном рекой Камой на северную лесную и южную степную зоны. В южных степях кочевали два народа – башкиры и нагаи. На севере же, в безопасном удалении от степняков, во второй половине XVI века начали вырастать торгово-промышленные поселения – фактории. Здесь проявил свою энергию род Строгановых. Как мы помним, Джучиев-Улус еще в XIII веке разделился на три части – золотую на Волге, белую на Иртыше и синюю – Орды. На огромных просторах синей Орды, растиравшейся от Тюмени до Монгошлака, Шейбани-Хана и его потомки пытались сохранить гибнущие традиции и устроения монгольского улуса. Но в XVI веке им пришлось столкнуться с оппозицией местных князьков. Так, во времена Ивана Грозного, один из таких племенных вождей, Едигер, боролся с Шейбанидом Кучумом за право возглавить сибирские улусы. Попытка Едигера опереться в этой борьбе на силы Москвы оказалась неудачной. Связанный Леонской войной, Грозный не имел лишних сил для сибирской экспедиции в поддержку Едигера. В 1563 году Кучум победил и стал царем Сибири, а нападения его воинов превратились в постоянную угрозу для городков Строгановых. Но начав эту борьбу, Кучум переоценил собственные силы. Еще в конце XV века Синяя Орда испытала колоссальный отток пассионарности. Правитель ее, Шейбани-хан, вторгся в Среднюю Азию, покоряя владение тимуридов. Ему удалось, дойдя до Амударьи, захватить огромную территорию с богатым и культурным населением. Вместе с Шейбани в Среднюю Азию ушла наиболее активная и боеспособная часть населения Синей Орды, что десятки лет спустя негативно сказалось на судьбе Кучумова царства. К 70-м годам XVI века столкновения Строгановых с татарами вылились в открытую войну. Для защиты своих владений промышленники вербовали отряды из казаков и иных охочих людей. В 1581 году нанятый Строгановыми и возглавленный атаманом Ермаком отряд отправился в Сибирь для войны с ханом Кучуму. Состав отряда был пестрым, наряду с великороссами и казаками имелись в нем и другие ратные люди – татары, литовцы и даже добровольцы из числа пленных немцев. Что же касается численности отряда, то силы Ермака выглядели скромно. Казаков насчитывалось чуть больше 500 человек, а ратных людей – 300. Как видим, с самого начала освоения Сибири казаки шли на восток не одни. В конце XVI – начале XVII века активно шло в Сибирь и население русского севера, прежде всего жители Великого Устюга, желавшие попытать счастье за каменным поясом. Обычно каждый отряд ватага, отправлявшийся в Сибирь, состоял из основного ядра казаков и примкнувших к ним устюжан. Все они назывались землепроходцами. Казаки и Великороссы вместе продвигались через дикие места, перетаскивали лодки через пороги, сражались плечом к плечу и при этом всегда помнили, кто из них казак, а кто русский устюжанин. Судя по материалам такого авторитетного исследователя северо-востока Сибири, каким был Богорас-Тан, разница между потомками казаков и великороссов сохранялась там до начала XX века. Экспедиция Ермака 1581 года прошла, несмотря на малочистость его отряда, весьма успешно. Землепроходцы овладели столицей Квучума, городом Искер. В Москву от Строгновых ушла грамота, извещавшая о приращении русского государства обширными сибирскими землями. Для устроения новых территорий немедленно направились царские воеводы князь Болховский и Глухов, которые соединились с казаками в 1583 году. Война с Квучумом велась долго и шла с переменным успехом. В 1584 году Квучум сумел нанести казакам чувствительное поражение, тогда погиб сам Ермак, и вновь занять свою столицу. Однако в дальнейшем русское продвижение на восток стало необратимым. Квучум отступил в Барабинскую степь и оттуда лишь набегами тревожил русские владения. В 1591 году князь Кольцов-Масальский окончательно разгромил последнего сибирского хана, и Квучум был вынужден обратиться к царю со слезной просьбой вернуть ему отнятый улуз, обещая полную покорность. История Синей Орды завершилась. Может возникнуть вопрос, почему столь пассивно вели себя могучие степные народы, ойраты, западные монголы и казахи? Ни те, ни другие не приняли активного участия в борьбе Квучума с русскими землепроходцами и воеводами. Это, видимо, объясняется тем, что силы айратов, которые были буддистами, и казахов-мусульман были скованы их собственной междоусобной борьбой, и тем, что русские, продвигавшиеся лесными массивами Сибири, не представляли для степняков никакой угрозы. Народы Северной Сибири – остяки, ханты, вогулы, манси, тунгусы, эвенки, самоеды, ненцы – также не вступали в борьбу с русскими. Очевидно, ни одна из сторон не давала повода для конфликта. В конце XVI века в Сибири начинают возникать русские города. Уже в 1585 году воевода Мансуров заложил городок в устье Иртыша. Вскоре появились Тюмень, Тобольск, Пилым, Березов, Сургут, Тара, Нарым. Встреч солнца Когда прекратилась смута, продвижение русских на восток возобновилось с новой силой. И уже к 1621 году потребовалось создание Тобольской православной епархии. Из Западной Сибири на Дальний Восток вели два пути. Усть-Тюжане в основном двигались через Мангазею на северо-восток, а казаки направлялись большую частью в Забайкалье. После 1625 года казаки встретились с братскими людьми – бурятами, а в 30-е годы XVII века русские варяги освоили бассейн Лены. Именно землепроходцы в первой половине XVII века заложили Томск, Енисейск, Якутск, Красноярск, Иркутск. А ведь известно, что лучший показатель интенсивности освоения новых территорий – возникновение городов и острожков. Следующее десятилетие привело россиян на границы Евразии. В результате трехлетней экспедиции поярков, спустившись по Амуру, достиг Охотского моря. 1645 год. В 1648-1649 годах экспедиция Ерофея Хабарова прошла средним течением Амура. На всем гигантском пути встреч Солнца землепроходцы практически не встречали серьезно организованного сопротивления. Единственным исключением стали столкновения казаков с манжурами, джурджейнями, на границе Китая в 80-х годах XVII века. Манжуры, о которых мы рассказывали в связи с историей монгольского улуса, с XVII до начала XX века господствовали над Китаем, сохраняющего достаточно пассионарности. Манжуры, народ мужественный и благородный, остановили казаков. Те, пытаясь укрепиться, возвели на Амуре крепость Албазин 1686 год, но манжуры потребовали очистить острог. Воевод от Албузин отказался, и война с манжурами возобновилась. В гарнизоне Албазина было несколько сотен человек, против которых манжуры выставили не одну тысячу. Осажденные вынуждены были сдаться и покинуть крепость. Албазин был разрушен. Но упрямые казаки и государевы люди уже в следующем, 1688 году, срубили на том же месте новый острог. Вторично взять крепость манжурам не удалось, но Албазин был оставлен русскими по Нерчинскому миру 1689 год. Практически за один век от похода Ермака Тимофеевича 1581-1583 год до войн с манжурами на Амуре 1687-1689 год землепроходцами было преодолено расстояние от Урала до Тихого океана, и Россия легко и быстро закрепилась на этом огромном пространстве. Попробуем ответить на вопрос, почему так произошло? Во-первых, русские землепроходцы были людьми очень пассионарными, жестокими, инициативными, настойчивыми, и потому часто нарывались на неприятности с тогдашним начальством, воеводами. Сибирь манила буйные головушки волей, а сибирских аборигенов, морозов и просторов они не боялись. Но, как мы видели на примере Ермака, воеводы двигались за землепроходцами по пятам, пытаясь прекратить их самовольные жестокости, и поневоле вынуждали тех идти все дальше и дальше. Действия администраторов были вполне логичны и объяснимы. Они всеми силами защищали инородцев, плативших в казну ясак мехами. Попытки воевод навести порядок оправданы и в моральном смысле. Ведь народы Сибири в XVII веке находились в фазе этнического гомеостаза, равновесия с природной средой. У них просто не хватало сил, чтобы защищаться от притеснений русских пассионарьев. Во-вторых, продвинувшись в Сибирь, наши предки не вышли за пределы привычного им кормящего ландшафта речных долин. Точно так же, как русские люди жили по берегам Днепра, Аки, Волги, они стали жить по берегам Аби, Енисея, Ангары и множество других сибирских рек. Но самым важным, с точки зрения этногенеза, является третье обстоятельство. Русские переселенцы и администрация в основной своей массе легко устанавливали плодотворные контакты с народами Сибири и Дальнего Востока. Недаром противодействие миграции русских было столь ничтожно. Конфликты с русскими, если они и возникали на первых порах, например, у бурят или якутов, быстро улаживались и не имели тяжелых последствий в виде национальной розни. Единственным практическим следствием русского присутствия для аборигенов стал Ясак. Уплата одного-двух соболей в год, которые инородцы понимали как подарок – дань вежливости белому царю. При огромных пушных ресурсах Сибири дань была ничтожна. В то же время, попав в списки ясашных инородцев, местный житель получал от центрального правительства твердые гарантии защиты жизни и имущества. Никакой воевода не имел права казнить ясашного инородца. При любых преступлениях дело посылалось на рассмотрение в Москву, а Москва смертных приговоров аборигенам никогда не утверждала. Известен характерный случай. Некий бурятский лама, попытавшийся поднять восстание с целью изгнать всех русских и передать Забайкалье манчжурам, был отправлен как ясашный инородец в Москву, где его просто помиловали. В целом, с установлением власти московского царя, образ жизни местного населения Сибири никак не изменился, потому что никто не пытался его сломать и сделать из аборигенов русских. Скорее наоборот. Так в Якутах русские встретили народ, оседлый быт которого был им близок. Россияне, выучив якутский язык и усвоив местные обычаи и навыки, в большей степени приближались к якутам, чем якуты к ним. Если местные жители хотели соблюдать языческие обряды, к тому не было никаких препятствий. Конечно, христианство им проповедовали, иногда успешно, чаще нет, но результаты этой проповеди интересовали только священников. Остяки, вогулы, тунгусы служили проводниками русских отрядов, охотились, гоняли оленей, шаманили и были вполне уверены в своей судьбе. Поскольку русские не стали переучивать непохожих на них людей, а предпочли найти с местными жителями общий язык, они прочно закрепились в Сибири, где живут по сей день. Так в очередной раз были подтверждены преимущества уважения к праву других людей жить по-своему. Обобщим сказанное. За считанные десятилетия русский народ освоил колоссальное, хотя и малонаселенное пространство, на востоке Евразии, сдерживая при этом агрессию Запада. Включение в Московское царство огромных территорий осуществлялось не за счет истребления присоединяемых народов или насилия над традициями и верой туземцев, а за счет комплементарных контактов русских с аборигенами или добровольного перехода народов под руку московского царя. Таким образом, колонизации Сибири русскими не было похоже ни на истребление североамериканских индейцев англосаксами, ни на работорговлю, осуществлявшуюся французскими и португальскими авантюристами, ни на эксплуатацию яванцев голландскими купцами. А ведь впору этих деяний и англосаксы, и французы, и португальцы, и голландцы уже пережили век просвещения и гордились своей цивилизованностью. Субтитры создавал DimaTorzok